мы с женой это семейный такой бизнес получился ниши были рассматривались разные и что делать с этими ящиками куда их нет ни склада не магазина еще товар свезли просто домой да потом пришел кризис и мы все думали думали как же нам этот кризис пережить инновации супруга всегда воспринимает моих штуки типа он там какой-то фигней занимается в интернете главное люди поверили вот этого интернет за интернетом будущее в продаже теперь она этого не говорит теперь она занимается теперь она занимается этой же фигней такого в таких масштабах что только выставили на площадке какие-то товары и их начали заказывать всем привет я виктор гриценко я рад приветствовать вас на канале prom.ua для бизнеса наша команда сегодня винницы а наш гость юрий ястигнеев человек который один из первых привез в украину картины по номерам как он начинал свой бизнес и почему именно эту нишу выбрал давайте узнаем в бизнесе ты достаточно давно до 2008 2008 года то есть в 2008 году это у вас открылся первый магазин да все верно в 2008 году мы с женой это семейный такой бизнес получился открыли первый магазин розничный с интересным таким направлением товары для творчества нацеленный на детскую в основном аудитории мы назвались мы назвались магазином кормить от творчестве для детей это дорослых то есть были товары и для детей и был такой сегмент такая ниша и взрослого творчества как бы хотели занять две ниши сразу и у нас это получилось скажи пожалуйста как вы приходили в эту нишу потому что насколько я помню ты долгое время до этого занимался компьютерами и работал в газете почему как родились вообще я и сейчас там работаю да да действительно пришел момент когда мы поняли в семье с женой что нам что-то нужно сделать свое направлении на тот момент было очень много мы решали чем конкретно мы будем заниматься у нас подрастала наша девочка наш ребенок даша мы заметили что она увлекается не игрушками а творчеством ей было интересно что-то нарисовать что-то слепить что-то собрать потому что обыкновенными игрушками она играться не очень хотела например тоже лошадка спрашиваем а как ты будешь играться мы тебе купим лошадку ну как вот так типа поклассно а дальше ну а дальше и положу там в ящик и все или куклу купить ну как мы куклы поигралась и все то есть это буквально один-два дня ребенок поигрался забыл забросил и хочет новый и хочет новую до хочет новую лошадку хочет новую куклу это так у многих детей вот а творческий процесс он завлекал он развивал то есть покупая какую-то ту же разукрашку ребенок сидел он мог даже нарисовать какую-то облачко но видеть в этом облачке не так как мы там облака а овечку например какой-то у ребенок у ребенка развивается свое мировоззрение свое восприятие это развитие это то что нужно вкладывать по сути каждой маме каждому папе нужно понимать что не просто купить какую-то игрушку которой можно поиграться и забросить такую игрушку развивающую игрушку которая бы развила в ребенке определенные навыки будучи то есть по сути бизнес вырос из потребностей до его ребенка да да по сути было и так потому что ниши были рассматривались разные так как я технический человек по жизни это были предложения и компьютерами торгома торговать и ноутбуками но все это отпало и жена сказала вот есть такой сегмент как творчество есть игрушки магазинах магазинов по игрушкам было ну очень предостаточно на тот момент но именно ниши товаров для творчества отдельно вынесены не было естественно где-то в одном месте достать этот товар было нереально мы искали поставщиков мы договаривались мы естественно просили что у нас будут не такие большие оптовые закупки если это констовары мы не можем купить и скрепок и и точилок и так далее это чуть-чуть не то мы можем купить только вот это вот это и можно вот с верхней полочки вот это и нами шли навстречу и давали нам этот товар не в особо крупных поставках но с хорошими скидками и таким образом мы собрали в нашем вот магазине под названием кроме себя творчество именно товары которые цели направлены на творчество на то что можно сделать своими руками первое вы открыли непосредственно физическую точку продажи да как долго искали помещение я там помню была прекрасная история с вашим отдыхом когда вы уехали на отдых а тут оказалось что магазин открывается да действительно это был 2008 год заскочить немножко вперед открытие у нас произошло 17 августа 2008 года прямо перед кризис прямо перед кризисом до кризиса 2008 года это осень все мы помним все мы знаем так вот открылись мы 17 августа 2008 года но накануне предыстория мы уехали улетели на море и перед этим мы не делали как бы заказов мы просто поставщикам говорили то что мы хотим то есть мы хотели там этот сегмент взять этот сегмент взять по их товарам мы улетаем и к нам приходит смс к буквально там на второй на третий день нашего отдыха мы отправили вам товар без денег без предварительного согласия да мы заказ подтверждаем без наличие даже помещение у нас в общем но отдых прошел конечно в преддверии ожиданий что это нам отправили зато наверно было время поразмыслить замуж реле деле и я поехал на ментами забрал эти ящики мы действительно начали думать и что делать с этими ящиками куда их нет ни склада не магазина еще и самое интересное люди которые нам отправили сработали на чистом доверии что произошло у вас дальше мой произошло очень интересная история естественно товар куда-то надо было девать и товар свезли просто домой в квартиру вот брат поделился еще стеллажами такими экспозиторами не пришлось вот прямо дома выложить как бы посмотреть а как он будет смотреться на полка вот прямо дома такая площадка первая получилось магазинная то есть вас сразу дома организовался мини магазин мини магазин потому что товар лежал несколько дней коробки мешали их пришлось выбросить а товар естественно выложить потому что это же квартира и жизнь еще как-то надо и спонтанный поиск этого помещения на работе я уже начал говорить что ребята у кого есть дети у меня есть интересный набор для творчества и сотрудники с работы начали спрашивать а что а где а покажи и приходили прямо домой ко мне и выбирали вот с этих полок товары это были первые продажи вы или я привозил например своим сотрудникам там прямо на работу да и очень были довольны и потом говорили о класс а давай еще а что есть еще какие например он сегодня полепил а завтра он сделал гравюру а потом он там порисовал а конструкторы давай собирать так вы увидели что это нужно так мы уже до увидели что это действительно то чего раньше не было нигде у вас какая-то была интересная история с тем с открытием собственно первого магазина в контексте как вы искали помещение потому что вам нужно было небольшое помещение искали мы помещение мы все-таки нашли буквально таки быстро мы пришли помещение было 40 метров квадратных для нас это было много мы понимали что мы не потянем тогда ту аренду уже какие-то просчеты были на как ну на ту сумму по аренде которую мы готовы были заплатить и получилось так что пришли в тот момент еще другие люди которые занимались бизнесом продажей обуви детской кстати детской обуви да что немаловажно тогда мы стали вдвоем и клиенты которые заходили к ним заходили потом к нам люди которые заходили к нам с детками заходили потом за детской обуви к ним и это было классно то есть у вас получилась такая прекрасная коллаборация да ну это был 2008 это нашел кризис ой да потом пришел кризис и мы все думали думали как же нам этот кризис пережить как вы его ощутили когда пришел кризис и мы его почему-то не ощутили фу-фу-фу конечно но мы смотрим люди идут люди покупают а мы спрашиваем своих друзей а как у вас дела ой там значит перестали покупать у нас там технику ой перестали покупать компьютеры у людей нету денег и люди не могут это не под силу а мы так сидим пересмат переглядываемся с женой а к нам идут к нам идут мы вошли в новый год с хорошей прибылью мы прошли этот этап и после нового года у нас рождается идея что нам нужно открыть еще один магазин несмотря на этот кризис находим аренду открывайте прямо в центре города на центральной улице на нашей естественно магазин подымается есть подъем люди к нам идут самое главное люди поверили вот этого люди нам доверяли доверяют и понимают что действительно в детей нужно вкладывать йорк смотри вы открыли первый магазин открыли второй магазин тогда еще интернета него мы развивали розницу у нас после этого были открыты и третий магазин и четвертый магазин и 5 и вот на стадии уже открытия 6 магазина это где-то был 2012 год 2013 год вот уже тогда я уже подумывал над интернетом 2013 году на моей работе основной где я работал получилось так что мы стали вашими партнерами попробую партнерами промо да партнерами промо да эта корпорация рия стала партнером промо и мы стали продавать ваши услуги и ко мне подошла девочка с отдела продаж которая занималась вашими продажами и предложила мне юра ты не хочешь открыть интернет-магазин я спросил где это что это как это она не показала и говорит это бесплатно мы тебе сделаем ты посмотришь что-то расскажет что-то покажет такие первые товары которые я разместил тогда на площадке это были картины по номерам я видел в них тогда будущее я хотел этот товар продвигать именно в интернете это было взрослое творчество вы вели ваши магазины с женой такой был семейный бизнес это семейный был бизнес и есть да и есть семейный бизнес очень важно как восприняла супруга выход в интернет инновации супруга всегда воспринимает моя в штуки поэтому мое занятие в интернете чем-то для нее воспринималось как что-то ненужное на тот момент говорим о том моменте это был 2012 2013 год даже был такой момент когда поставщик позвонил и спрашивал об очередной поставки и спрашивал о чем там ну как что там юра дела чем муж занимается а женат точно помню сказала типа он там какой-то фигней занимается в интернете что-то типа такого она сказала вот я запомнил эту фразу теперь она этого не говорит теперь она занимается как теперь она занимается этой же фигней такого в таких масштабах что вот и поняла что действительно интернет приносит прибыль а это главное для бизнесмена в какой момент понял что нужно все больше развивать интернет был такой щелчок или это как-то заешь вот ты сейчас сказал насчет щелчка да был такой щелчок что действительно меня сподвинул именно вот все интернет за интернетом будущее в продаже как-то смотрел я телевизор и была новость в беларуси показывали магазин продовольственный и рассказывали о том что магазин занимается интернет продажами нифига себе класс а почему бы это действительно не сделать у нас здесь на украине тем более эту этим уже многие занимались и это был вот этот все меня вот так прошила все значит направление интернета это как 7 8 9 магазины то есть я считал что это будет за те же розничные пусть магазины но те же площадки в тот момент которые будут нам дополнительно приносить доход прибыль что еще нужно для бизнесмен как это работает я еще тогда не понимал я естественно читал литературу спрашивал знакомых консультировали девочки меня вот из 3 с вашего отдела о вашем кабинете постепенно я все это освоил сложного не было ничего так как я по жизни технический человек для меня все пошло гладко мы немножко проговорили про то как становился бизнес у меня такой вопрос кто у вас отвечал за подбор собственно тех товаров которые вы будете почему вы выбирали там те товары из британии через китая еще откуда как это подбором товаров именно вот для розничных магазинов всегда занималась жена она выбирала ту нишу которая была бы интересно сначала это действительно была великобритания потому что вот те же картины по номерам они были на тексту иран картоне их тогда производил производитель кс ж это было произвести производство великобритании мы оттуда заказы делали и нам их сюда привозили еще не было ни китая не германии потом уже на украине с одним поставщиком мы договорились сказав ему что а давайте ввозить в украину картины которые будут не на текстурирован картоне а на холсте и вот этот человек это как он работал через таможню имел выходы на китай он в китае заказал это производство и походу мы первые ввезли в украину картины по номерам на холсте как бы вот сейчас эта ниша заполнена очень многие не продают помнишь эффект от того что появились на холсте эффект я эффект помню когда и не на холсте когда и на текстурирован картоне когда нам приносили вот эти работы и дети и взрослые просто приносили показать мы фотографировали и размещали такие фотогалереи но тут период прямо в магазинах супер много наверняка привлекает дополнительных клика не же но интернет брал свое стали размещаться на вашей площадке первая площадка действительно которая дала прибыль первые мы помним первый заказ первый звонок помним как мы принимали эти заказы чуть ли не двадцать три часа смотрим приходит заказ думаем дам ее ну давай позвоним да нет поздно ну давай позвоним и все-таки мы звонили 23 потому что ну первые заказы вы только выставили на площадке какие-то товары и их начали заказывать и несмотря на позднее время мы действительно озванивались и люди говорят ничего ничего я же сижу за компьютером я же вот только что сделал заказ ничего страшного что вы так поздно звоните да я подтверждает да отправляете боже это было так приятно получить первые заказы и получить первые отзывы сейчас с отзывами легче сложнее возможно сейчас люди не так стали чаще часто оставлять отзывы как раньше но они есть вы знаете ну не скромно так но у нас сто процентов люди ставят положительный отзыв вот если зайти на нашу площадку спасибо но мы так работаем самый проблемный звонок или клиент или что-то можешь вспомнить был вот недавно перед новым годом у нас такой покупатель сейчас я не могу вспомнить что там было наверное не тот картину отправили полно так человек перезванивает и начинает сразу ругаться сразу ругаться сразу ругаться и говорит что он вернее это была она женщина является директором дома культуры в киеве что она не последнее лицо в киеве что она там нам устроит сделает что она там чуть ли нас закроет и и так далее и тому подобное что это такое где это видано удивил тот факт что она не последний человек в киеве и что на директор культуры а разговор я потом слушал это были и маты перематы и ёшкин кот там понимаешь и не буду до ругаться как там все это было но я это слышал и и думал ну какой же ты человек директор дома культуры где ж твоя культура даже как в анекдоте это как в анекдот да это прачечная это дом мультуры наверняка во всех процессах интернет-магазина периодически что-то возникает какие-то какие-то проблемы с чем основные проблемы вот если мы например возьмем доставку у нас сейчас большое количество различных служб доставок наверно по городу вы доставляете самостоятельно возможно как ты видишь что такое идеальная доставка что такое идеальный логистический партнер я на доставка наверное такая которая сама заберет товар там где мы его запакуем и доставит качественно без повреждений клиент давай два слова про оплаты наверняка самые популярные способы оплаты у вас это карта и на ложка до связи с этим у меня такой вопрос на ложка зло когда ты покупаешь на алиэкспресс на ebay ты же сначала оплать оплатишь даже вопросов и вопросов не задаешь а потом тебе только китаец отправляет товар только потом точно так же я думаю должно быть везде получается что часть украинцев больше доверяет словному алиэкспрессу ну давай так доверяет китайца который сидит за несколько тысяч километров в частью границы вы почему-то не доверяют почему-то не значит первое я всегда покупаю с наложенным платежом хочу посмотреть что мне пришло 1 2 оговорка вы мне пришлите с наложенным платежом а я посмотрю и если мне товар не понравится вы же заберете его назад что было предпринято компания росла возвраты с наложенным платежом они происходить стали чаще был такой период мы приняли решение ну для начала извини перебью ты помнишь примерно какой процент был вот возвратов по по на ложке внизу не забраны такое он постепенно рос от 1 1 2 3 что он когда дошел где-то до 5 процентов я уже понял что ого-го что садим уже 5 процентов это уже это уже потолок я не помню этот момент но был момент когда я сказал что так давайте как-то с наложкой осторожны то есть сразу предлагаемая предоплату чтобы люди делали был было на сайте прописан договор оферты как отдельная страничка у меня в договоре оферты я конкретно прописал как мы работаем что если вы заказ делаете то пожалуйста хотя бы да чисто по-человечески заберите либо же отправьте за ваш счет назад где мы тоже прописали что если вам не подошел товар то вы имеете право его отправить назад течение 14 дней все в рамках закона договор до сих пор висит на сайте вот но процент спал сколько примерно сейчас процентов сейчас практически 0 сейчас практически ноль после того как было принято решение брать даже предоплату за то есть мы говорим на транспортные расходы да мы 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 говорим вы хотите на ложка да пожалуйста мы отправляем наложенным платежом но с авансовым платежом 100 гривен как гарантия забора посылки логично человек который заплатил минимальные деньги он уже человек во-первых понимает что он что-то заплатил что ему и есть напоминание что ему надо что-то нужно забрать потому что многие не помнят не помнили на тот момент когда мы перезванивали вы помните что посылку да а я что заказывала у меня еще есть время время проходило потом телефон естественно не отвечал заносили нас черный список есть такие непорядочные клиенты были естественно мы о таких клиентах на проме оставляли отзыв и очень хорошая эта тема когда мы оставляем отзывы о клиентах и мы предприниматели с разных магазинов видим что кто-то уже обжегся кто-то уже отправился на ложка кто-то получил неприятный опыт общения или другие какие-то факторы очень неважно какие есть отзывы о покупателе это классная штука два немножко про процессы мы сейчас говорили про отзывы за то что на проме можно посмотреть негативные отзывы о других покупателях у вас есть какой-то прописанный процесс вот что вы делаете или чего не делать то сделал человек сделал заказ вы видите что-то там не очень какие действия сотрудник четко понимает что ему нужно сказать или сделать в отношении этого клиента естественно наши колд менеджеры принимают свои сценарии разговора с такими клиентами это будет какой-то нестандартный разговор который отойдет немножко обычного сценария естественно мы можем даже сказать что вы знаете если там 50 у вас отзыв ну грубо говоря не пятьдесятом пять если 50 если 50 я не спорю есть мы можем отойти от нашего сценария и просто человеку сказать вы знаете у вас есть негативная история по отзывов на проме и мы не можем вам отправить например наложным платежом как вы хотите пожалуйста сделайте там ту же предоплату или полную оплату вы только тогда и ну тут уже человек решается мы предложили клиент должен нам что-то дать в ответ почему потому что есть история когда вам звонят у вас есть скрипты разговора да есть скрипты разговора есть да но это уже просто настолько выработал что они когда-то были прописаны потом все это проговорено они уже в головах у людей есть на пике у вас было 6 магазинов да потом за розничных розничных магазинов потом за часть из них после кризисов закрылась сейчас осталось два с половиной и интернет-продажи что дает больше заказов если брать текущий день до сегодня больше приносит интернет-продажи но это не одна площадка промыска это это совокупность а совокупность многих каналов по продажам в том числе и социальные сети ну давай примерно то есть это как 50 на 50 это 60 на 40 интернет офлайн где-то ты знаешь 60 на 40 60 процентов дает интернет а 40 розничные магазины я тебе скажу почему так происходит было бы 50 на 50 если бы не аренда очень в рознице большая аренда в среднем количество заказов сколько у вас получается в день у нас говорим про интернет про интернет да скажем если 20 летом 60 70 до 80 можно даже доходило перед новогодними праздниками то это где-то 40 до грубо говоря в среднем арифметическое за год это 40 звонков опять-таки смотри это количество продаж а количество звонков и количество заказов которые приходят их больше потому что есть отмененные человек который открыл украине картины по номерам в хорошем качестве открыли до открыли или и потому что супруга тебя сразу это все в люди которые открыли украине картины по номерам и вот моя мама рисует с удовольствием уже десяток картин точно вы сами рисуете были этапы когда действительно рисовал и я сам и жена и естественно мой ребенок это очень классно вот я просто общаясь с мамой она это моя медитация так это медитация да то есть людям которые вот работают каждый день в тяжелых каких-то может условиях где шум гамма там директор наседает там что-то требует пришел домой надо как-то расслабиться не просто посмотреть телевизор люди многие понимают что есть какой-то релакс кто-то ходит спортзал кто-то а для кого-то картины по номерам и вопрос напоследок клиент всегда прав это очень сложный вопрос на который хочется ответить правильно что до клиент всегда прав каким бы он не был но бывает клиенты неадекватные ну вот честно скажу на один на 5000 клиентов будет неадекватный человек пишет отзыв у них написано под заказ а по факту у них просто нет в наличии при этом созвонились клиентам еще объяснили ну понятно стоит под заказ это означает что мы можем принять ваш заказ поставить на ожидание когда мы получим от производителя потому что он есть заказники мы же видим что мы можем поставить эту картину через месяц через два она приедет к нам и мы можем к вам ее отправить не человек пишет негативный отзыв у них написано под заказ а по факту у них просто нет наличие ну конечно нет наличия под уже под заказ то есть финализирует и от прав ли всегда клиент да но нет да вот как тут скажешь прав клиент или нет большое спасибо что уделил нам время желаю вам удачи в развитии много адекватных клиентов спасибо да за к их таким все таки больше адекватных подавляющее большинство адекватное большое спасибо за внимание комменты лайки туда не забывайте подписываться на наш канал с вами был promi для бизнеса